В Барселоне снова в Уэкраине с Виа. Дэвин Виа! В Барселоне снова в Уэкраине с Виа. Величайшего класса Гвардиола не просто привносит в игру инновации и стиль, но и преображает игроков, делая их звездами мирового уровня. Неудивительно, что под его начало многие футболисты достигли поразительных высот, став не только лидерами своих команд, но и одними из самых результативных игроков в истории спорта. В этом видео мы собрали топ-10 голевых машин, которые под руководством Гвардиолы не просто показывали выдающиеся результаты на поле, но и вносили неоценимый вклад в успехи своих команд, заставляя болельщиков восхищаться их мастерством и талантом. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми смотреть наши новые выпуски, а также смотрите предыдущие ролики этой тематики, где мы рассказали про голевые машины Анчелотти и Клоппа. А перед началом видео давайте проверим ваше знание футбола. На какой позиции выступал Пеп Гвардиола во времена карьеры игрока? Левый защитник? Опорный полузащитник? Правый вингер? Нападающий? Свои варианты ответов оставляйте в комментариях, а мы начинаем. Десятое место. Хави. 117 результативных действий. Под руководством Пепа Гвардиолы Хави Эрнандес стал неотъемлемой частью Барселоны, демонстрируя футбол, который многие считают воплощением совершенства в средней линии. Гвардиола, взяв на себя роль главного тренера Барселоны в 2008 году, сразу же определил Хави как ключевую фигуру в своей тактической схеме, основанной на контроле мяча, высоком прессинге и быстрых передачах. Философии, известной как Тики-Така. В первом сезоне Гвардиолы у руля Барселоны началась революция в футболе. Я имею в виду не только титулы, но и философию игры команды. Очень скоро уже никто не практиковал длинные передачи. Даже Реал изменил свой стиль игры. Пеп изменил не только Барселону, но и весь мировой футбол. Хави, обладая исключительным видением игры, техническим мастерством и способностью к точным передачам, стал сердцем команды, через которое проходили практически все атакующие действия Барсы. Его игра характеризовалась не только выдающимися пасами и контролем над мячом, но и способностью читать игру, предвидеть движения соперников и, соответственно, реагировать на них, что делало его одним из самых умных футболистов своего поколения. В команде Гвардиолы Хави не только выиграл множество титулов, включая Лигу чемпионов и чемпионаты Испании, но и сыграл ключевую роль в создании одной из величайших команд всех времен. Его способность доминировать на поле, управляя темпом игры и распределяя мячи с невероятной точностью, была жизненно важной для успеха Барселоны в ту эпоху. Гвардиола часто высказывался о Хави как о игроке, который не только исполнял его тактические указания, но и добавлял в игру команды свои уникальные качества, делая Барселону по-настоящему непредсказуемой для соперников. 9 место. Томас Мюллер. 124 результативных действия. Под эгидой Пепа Гвардиолы Томас Мюллер в Баварии вышел на новый уровень своего мастерства, обогатив свою игру уникальными тактическими нюансами, которые делали его роль на поле еще более многогранной. Гвардиола, известный своим стремлением к инновациям и нестандартному подходу к стратегии игры, обнаружил в Мюллере идеального исполнителя своих идей. У него настоящий нюх. Он точно знает, где нужно ему быть в штрафной площади, чтобы забить гол. Он еще молод и может стать лучше в некоторых компонентах. Тогда это будет идеальный футболист. Признавался Пеп. Вместо того, чтобы ограничиться одной позицией, Мюллер у Гвардиолы часто занимал роль Раундойтера. Термин, взятый из немецкого футбола, означающий игрока, который находит и использует пространство на поле, оставаясь при этом крайне трудным для маркировки соперниками. Эта способность Мюллера искать и эксплуатировать свободное пространство стала краеугольным камнем атак Баварии, позволяя команде разрушать оборонительные редуды соперников с неожиданных для них позиций. Томас имеет суперспособности. Он умеет не только обыгрывать соперника один в один. У него есть что-то еще. Его чутье в штрафной площади. Лучшее в мире. Он всегда находится в ней. Нам нужны люди, которые хорошо справляются с обыгрышем один в один, чтобы доставлять мяч Томасу или Роберту Ливандовске. Гвардиола умело использовал гибкость Мюллера, перемещая его между линиями и задействуя в различных атакующих маневрах, что делало игру Баварии непредсказуемой и динамичной. Томас, благодаря своему интеллекту и пониманию игры, безупречно вписывался в эту схему, демонстрируя не только впечатляющие цифры по голам и ассистам, но и внося колоссальный вклад в игру команды без мяча. Прогресс Мюллера под руководством Гвардиола не ограничивался лишь атакой. Его работа в обороне, прессинг соперника и участие в отборе мяча также подчеркивали его значимость для команды. Это позволяло Баварии быстро переходить от обороны к атаке, зачастую именно благодаря усилиям Томаса. Всего под руководством испанца Мюллер провел 148 матчей, выиграв все внутренние трофеи в Германии. 8 место. Бернарду Силва. 126 результативных действий. В эпоху Гвардиолы в Манчестер-Сити Бернарду Силва выделился как игрок, обладающий исключительной техникой и разнообразием игровых качеств, что сделало его одним из ключевых элементов в механизме команды, стремящейся к доминированию в английском и европейском футболе. Прибыв в Сити из Монако, в 2017 году Силва быстро адаптировался к высоким требованиям Гвардиолы и стал важной частью команды благодаря своей универсальности, игровому интеллекту и выдающимся атакующим навыкам. Пеп нашел в Бернарду идеального игрока для реализации своей тактической концепции, которая требует высокой интенсивности, способности удерживать мяч и создавать опасные моменты у ворот соперника. Португалец может эффективно выполнять функции как в центре поля, так и на флангах, демонстрируя не только способность к дриблингу и точным передачам, но и умение отлично читать игру, что позволяло ему занимать оптимальные позиции на поле и создавать пространство для своих товарищей по команде. Он лучший. Он лучший был 2-3 года назад. Он лучший сейчас. То, как он обращается с мячом, невероятно. Помните, когда мы выиграли чемпионат и набрали 98 очков? Обратите внимание на Бернарду. Он также великолепен, признавался Пеп. Силва стал центральной фигурой в атакующих действиях Манчестер Сити, часто участвуя в ключевых моментах, ведущих Галам. Его игра отличается не только индивидуальным мастерством, но и высокой работоспособностью, включая обязанности по отбору мяча и помощь в обороне, что является важной частью тактики Гвардиолы, основанной на высоком прессинге. Благодаря Гвардиоле Бернарду Силва раскрыл свой потенциал не просто как талантливый игрок, но и как стратегически важный элемент команды, способный адаптироваться к разным ситуациям на поле и вносить вклад в игру Сити разнообразными способами. Его способность взаимодействовать с другими игроками, а также индивидуальные умения делают атаки Манчестер Сити более многогранными и опасными для любой обороны противника. Летом ходили слухи, что Бернарду может переехать в Барселону после того, как горожане завоевали Требл, но сам Пеп был против такой идеи и в итоге сохранил своего важнейшего игрока. Бернарду превосходен во всех проявлениях, он всем нравится. Я могу более 10 минут говорить о том, что Бернарду Силва значит лично для меня и для нашей команды. У него нет роскошных машин, он очень просто одевается. Он скромный и все в раздевалке любят его. Нам повезло, что он остался с нами прошлым летом. Он незаменим. Я знаю, что он счастлив в Сити. 7 место. Фил Фодден. 127 результативных действий. Молодой вундеркинд Манчестер Сити стал ярким примером успешного развития таланта под руководством Пепа Гвардиолы. Воспитанник Академии Сити Фодден быстро проявил себя как игрок высочайшего уровня, благодаря чему получил место в основном составе одного из сильнейших клубов мира. Гвардиолы, известный своим вниманием к деталям и способностью развивать молодежь, сыграл ключевую роль в прогрессе Фоддена, превратив его из многообещающего юниора в ведущего игрока на мировой арене. Я много раз говорил на пресс-конференциях, но не в лицо Филу. Он самый талантливый игрок из тех, кого я только видел и как футболист, и как тренер. У него есть все для того, чтобы стать одним из лучших, не только в Англии, но и в мире. Фодден славится своей техникой, способностью к дриблингу и точностью передач, что идеально сочетается с философией Гвардиолы. Под руководством испанца Фил стал более универсальным игроком, способным выступать как в центре полузащиты, так и на флангах атаки. «Он может играть на пяти позициях. Когда он играет в центре, присутствуют качества. Когда он играет широко, у нас тоже есть ощущение, что он может создать что-то в сложных матчах, когда пространства не так много», — говорил Пеп. «Его игра характеризуется не только технической оснащенностью, но и интеллектуальным пониманием футбола, что позволяет ему делать правильный выбор в сложных игровых ситуациях. И если он хочет совершенствоваться, то он будет это делать. Такова жизнь. Я думаю, он хочет этого. У него все хорошо. С тех пор, как Фил пришел в клуб в раннем возрасте, когда он был таким юным, то всегда играл на хорошем уровне и продолжает это делать». Англичанин идеально вписался в стратегию Гвардиолы, направленную на доминирование во владении мечом и высокотемповой атакующей игре. Его способность к быстрым и точным переходам из обороны в атаку, а также умение завершать атаки голами или результативными передачами, сделали его одним из самых опасных игроков Сити. Фил демонстрирует высокую работоспособность, активно участвуя в оборонительных действиях и прессинге, что также является важным элементом тактики Гвардиолы. Фил стал не просто игроком мирового класса, но и ярким примером успешной интеграции молодого таланта в высококонкурентную среду топ-клуба, сохраняя при этом уникальность своего стиля и игровой индивидуальности. 6 место. Рияд Морес. 137 результативных действий. Переходя из Лестера, где Алжирец уже доказал свое мастерство и важность для команды, став чемпионом Англии, Морес продолжил свое развитие под эгидой Гвардиолы, адаптируясь к постоянным инновациям Пепа. «Я хочу лучшего для своих игроков, и у Рияда есть нужные качества, но он может играть лучше. Вы видели, что в этом сезоне он выступал на топ-уровне. Он забил потрясающий гол, много боролся. При этом я уверен, что наша команда прибавит в ближайшее время», заявлял испанец. В системе Пепа Рияд нашел для себя роль, которая позволяла максимально использовать его сильные стороны. Отменную технику, обработку мяча, способность к неожиданным и эффективным решениям в атаке, а также умение забивать голы как из игры, так и со стандартных положений. Его уникальный стиль игры, характеризующийся высоким уровнем индивидуального мастерства, идеально вписался в стратегию Гвардиолы, которую испанец строил годами. «Гвардиола оказывает большое влияние на меня и команду. Он помог мне стать лучше. Именно поэтому он один из величайших тренеров мира. Не могу сказать, являюсь ли я великим бомбардиром. Стараюсь помогать команде настолько, насколько могу, в каждой игре. В этом сезоне я более эффективен благодаря работе, которую мы проделываем на тренировках. Стараюсь проникать в штрафную, участвовать во всем, забивать голы и помогать команде», — говорил Алжирец. Морес демонстрировал выдающуюся способность прорываться через оборону соперников, используя свою ловкость и навыки дриблинга. Его игра на правом фланге атаки стала синонимом креативности и вдохновения для Сити, обеспечивая команде дополнительные варианты в атаке. Риад умело использовал свою способность менять темп игры, оставаясь непредсказуемым для защитников соперника. Гвардиола, ценя в игроках не только технические навыки, но и игровой интеллект, нашел в Морезе идеального исполнителя для реализации своих тактических замыслов. Риад с его умением держать мяч, создавать моменты из ничего и исполнять решающие удары стал неотъемлемой частью машины Гвардиолы, направленной на доминирование в английском и европейском футболе. Взаимопонимание между тренером и игроком позволило Морезу не только адаптироваться к стилю Гвардиолы, но и продолжить свое развитие, становясь все более значимым для команды. Всего Алжирис провел под эгидой Пепа 236 матчей, выиграв все титулы на клубном уровне. Пятое место. Габриэл Жезус. 141 результативное действие. Жезус, присоединившийся к Манчестер-Сити из бразильского Палмейроса за 32 миллиона евро, быстро адаптировался к суровым реалиям английского футбола и своеобразному видению Гвардиолы. Его игра под руководством испанского тренера демонстрировала поразительное сочетание энергичности, техники и голевого чутья, что сделало его одним из важнейших игроков в атакующих действиях команды. Перспективы выглядят прекрасными. Это молодой талант, у него сильный характер и есть игровая агрессия. Габриэль хочет стать хорошим игроком, у него есть мечты, есть карьерные цели, это помогает. Он желает оставить свой след в мире футбола, а мы собираемся ему в этом помочь. Бразилец отличался умением находиться в том месте, куда полетит мяч, благодаря чему он регулярно забивал важные голы. Его способность читать игру и предугадывать движения соперников позволяла ему эффективно использовать свою скорость и маневренность для прорывов к воротам. Габриэл не только умел забивать за гаража, но и мастерски выполнял роль первого защитника при потере мяча, активно принимая участие в прессинге, что является ключевым элементом тактики Гвардиолы. Тренер Сити ценил в Жизусе его универсальность. Габриэл мог эффективно играть как в роли центрального нападающего, так и на краю атаки, благодаря чему Гвардиола мог экспериментировать и заменять травмированных игроков, не теряя при этом атакующей мощи команды. Его агрессивность в дуэлях, сочетание с сильной игрой на втором этаже, несмотря на низкий рост и умение открываться для паса, делали его ценным активом для испанца. Бразилец не всегда считался основным игроком, но в моменты, когда это было необходимо, Пепу мог выйти на поле и решить исход матча. Габриэль заслуживает всего самого лучшего как человек и как игрок. Он тот парень, который носится без устали и трудится за каждого, и каждый раз, когда он забивает, счастливее меня нет никого. Он может одинаково хорошо играть впереди на всех трех позициях, признавался Пеп. В отличие от многих традиционных нападающих, Жезус выделялся своей работоспособностью и вовлеченностью в игру на протяжении матча. Его готовность отходить в глубину поля для получения мяча и участия в построении атак, а также способность выполнять оборонительные функции, делали его игру многогранной и непредсказуемой для соперников. Под руководством гвардиолога Габриэль Жезус не просто развился как нападающий мирового класса, но и продемонстрировал, что может быть эффективным в различных атакующих и тактических ролях, вписываясь в философию игры команды. Вместе Пеп и Жезус провели 236 матчей, выиграв все внутренние титулы в Англии. «Дело было в том, как Гвардиола понимает футбол и чего хочет. Тогда вы решаете, принимать это или нет. Если нет, спасибо, идем дальше. Какое-то время я принимал, но настал момент, когда я сказал, что хочу другого. Он меня понял, и мы поблагодарили друг друга», — вспоминал бразилиц. 4 место. Серхио Агуэро. 153 результативных действия. Аргентинский нападающий занимает особое место в истории Манчестер-Сити и в сердцах его болельщиков, особенно в период работы под руководством Пепа Гвардиолы. Под эгидой Пепа Агуэро не только подтвердил свой статус одного из лучших нападающих в мире, но и значительно расширил свой игровой арсенал, адаптируясь к требованиям тренера и игровому стилю и функциональности на поле. Аргентинец известен своей феноменальной голевой интуицией и способностью забивать из самых разнообразных положений, благодаря чему он регулярно оставлял свой след в важнейших матчах. Под руководством испанца Серхио демонстрировал не только свою забивную мощь, но и готовность развиваться, улучшая игру без мяча и участвуя в коллективном прессинге. Агуэро проявил себя не просто как талантливый исполнитель, но и как игрок, способный адаптироваться к гениальности тренера, который часто менял тактические схемы и игровые задачи. Его умение участвовать в построении атак, открывая пространство для партнеров или используя свое мастерство в маневренной борьбе для удержания мяча под давлением, вывело его игру на новый уровень. В первом сезоне он сказал, я оставил тебя вне игры, потому что ты растолстел на этой неделе. Что я мог сказать? Он был прав, такие вещи случаются. Например, вы натыкаетесь на кусочек курицы, тогда вы будете на 50 граммов больше весить. Если ваш идеальный вес 79-80 килограммов, а вы весили 80 килограммов и 100 граммов, вас ожидал штраф, и вы бы не играли. Но я всегда был очень уважителен к тренерам, вспоминал Форвард. Важной характеристикой игры Агуэро под руководством Гвардиолы стала его способность к самопожертвованию в интересах команды. Серхио не только забивал ключевые голы, но и умело выполнял роль, которая требовалась от него в конкретном матче. Будь то задачи по удержанию мяча или активное участие в высоком прессинге, демонстрируя свое понимание игры и командной этики. Агуэро незаменим. Да, у нас есть прекрасный нападающий Габриэл Жезус. Возможно, мы приобретем еще одного нападающего, когда Агуэро уйдет. Но он незаменим. Я уверен, что клуб попытается найти равноценного нападающего, но это будет очень сложно, заявлял Гвардиола. Таким образом, аргентинец не только укрепил свою репутацию выдающегося нападающего, но и продемонстрировал, что даже уже состоявшиеся звезды могут адаптироваться и развиваться, продолжая приносить ощутимую пользу своим командам на высочайшем уровне. Пеппу было сложно принять тот факт, что Кун покинет горожан, и испанец до последнего наслаждался игрой аргентинца, который в последнем сезоне долго восстанавливался после травмы и только весной вернул былые кондиции. У нас впереди еще два месяца, и сегодня на тренировке я видел, насколько он великолепен. Насколько предан делу. Серхио незаменим. «Я могу сказать, что с точки зрения цифр его заменить можно, однако очень непросто забить более 250 голов за более чем 360 матчей и завоевать столько трофеев. Он легенда, лучший нападающий клуба в этом столетии. Заменить его в душах, в сердцах, в умах болельщиков, игроков, тренеров невозможно», заявлял Гвардиона. К слову, сейчас в СМИ ходят слухи, что Серхио после завершения карьеры и за проблем со здоровьем может вернуться в большой футбол и уже тренируется на родине, в Индепенденте. Пожелаем аргентинцу здоровья и реанимации карьеры. Третье место. Рахим Стерлинг. 205 результативных действий. Англичанин во главе Пепа Гвардиолы превратился в одного из самых опасных и технически подкованных атакующих игроков в мире. Гвардиола смог вывести игру Стерлинга на новый уровень, акцентируя внимание на его индивидуальных качествах и внедряя его в систему игры Манчестер Сити, которая идеально подходила для раскрытия его потенциала. Под руководством испанского тренера Стерлинг стал более целенаправленным и эффективным в своих действиях на поле. Он улучшил свое понимание игры, что позволило ему находить оптимальные позиции для атак и использовать свою скорость и технику для преодоления оборонительных редутов соперников. Стерлинг стал не только завершителем атак, реализующим моменты, но и активным участником построения атакующей игры. Его дриблинг и способность обострять игру делали его постоянной угрозой для обороны соперников. Я уже много раз говорил, что Рахим еще молод, у него большие задатки и он может быть еще лучше. Я доволен им, говорил Пеп. Одним из ключевых аспектов игры Стерлинга, который значительно спрогрессировал под руководством Пепа, стала его голевая результативность. Рахим начал регулярно забивать и делать результативные передачи, что стало возможным благодаря улучшению его выбора позиции, точности ударов и способности принимать правильные решения в критические моменты. Гвардиола также работал над психологической стороной игры Стерлинга, повышая его уверенность и настойчивость. Рахим не только совершенствовал свою игру в атаке, но и стал более ответственным в оборонительных действиях. Пеп научил его важность возвращения назад для поддержки своей команды при потере мяча, что сделало Рахима более полноценным игроком, способным вносить вклад в игру команды на всех участках поля. Слова Гвардиолы Стерлинг – исключительный игрок, один из самых фантастических в моей карьере. С тех пор, как он перешел в Манчестер-Сити, Рахим становится только лучше. Я уверен в его характере и желании побеждать. Он много заслуживает. Я желаю ему стать намного более совершенным игроком, чем сейчас. Все зависит от него. Просто наслаждайся жизнью, сосредоточенность и судьба будут определять, кем он станет как игрок. Взаимодействие Стерлинга с другими игроками атак Манчестер-Сити также достигло высокого уровня синергии, что позволило команде демонстрировать молниеносные и многоходовые атаки, разрывая оборону соперников. Его способность менять фланги, участвовать в комбинациях и использовать свою скорость для создания пространства и времени для своих партнеров сделали его неотъемлемой частью тактической схемы Гвардиолы. Вместе с Пепом они провели почти три сотни матчей и выиграли множество титулов в Англии. Только в 2022 году испанский коуч заметил спад в игре Рахима, поэтому не стал его останавливать, когда тот решил перебраться в Челси. 2 место. Кевин де Брюйне. 230 результативных действий Гвардиола стал настоящей находкой для бельгийца, когда тот переехал в Манчестер из Вольсбурга за 76 миллионов евро. Кевин под руководством Пепа воплотился в эпицентр творчества и стратегического ума Сити, проявив себя как один из самых влиятельных и универсальных полузащитников современности. Гвардиола нашел идеальные условия для развития уникального набора навыков де Брюйне, доверив ему ключевую роль в организации игры команды. Де Брюйне под гидой испанского мастера расцвел, став не просто исполнителем, но и архитектором атак горожан. Его несравненное видение поля и способность делать решающие передачи сделали его незаменимым для воплощения замыслов Гвардиолы. Кевин обладает уникальной способностью видеть и создавать игровые моменты задолго до их материализации, что позволяет ему диктовать темп игры и контролировать ход матча. Тренер превратил Де Брюйне в мастера стандартных положений, чьи удары и передачи стали важным инструментом в арсенале горожан. Кевин может как забивать и запретил в штрафной, так и точно доставлять мяч партнерам, находящимся в выгодных позициях. Именно Бельгийц помог Эрлингу Холланду в прошлом сезоне бить рекорд за рекордом и забивать десятки голов. Слова Де Брюйне. Гвардиола хочет достичь в футболе всего, что возможно. Это гений в каком-то смысле. Если бы он им не был, то не изменил бы футбол так сильно. Теперь многие пытаются играть так, как Гвардиола, потому что была его Барселона, Кройф и так далее. Это цепочка. Гвардиола эволюционировал, и это важно в футболе. Многие команды теперь высоко прессингуют, отталкиваются от обороны, показывают красивый футбол. Гвардиола также поощрял Де Брюйне к участию в оборонительных действиях, где его выносливость и способность к быстрому переходу от обороны к атаке стали ключевыми. Кевин прекрасно справляется с задачами по отбору мяча и его немедленному возвращению в игру, что делает его комплексным игроком, способным оказывать влияние на все аспекты игры. Он очень важен для команды. Кевин лучший в мире на своей позиции. Он может бежать и разрывать пустые зоны. Это потрясающе. Он действительно очень хорош. Признавался Гвардиола. Де Брюйне превосходно работает в комбинации с Фоденом, Бернарду Силвой и Родери, а его способность к игре в одно касание и организация быстрых атакующих комбинаций позволяет Сити разгонять игру до невероятных темпов. Гвардиола умело использует его как в центральной зоне, так и на флангах, максимально расширяя игровое пространство и создавая новые угрозы для соперников. «Мы давно знаем друг друга. У нас есть особая, особая способность делать то, что редко встречается. У нас есть парни, которые умеют делать забегания, и есть парень, который способен найти подходящую передачу. Кевин исключительный, уникальный», – заявлял Пеп. Так, Де Брюйне под гостом Гвардиола не просто подтвердил свой статус мировой звезды, но и значительно его усилил, став символом интеллектуальной и технически совершенной игры, которую предпочитает его знаменитый тренер. Вместе они провели уже 326 матчей и выиграли все трофеи на клубном уровне. Совсем недавно бельгиец восстановился после травмы и готов помогать команде завоевывать трофеи. В СМИ ходят слухи о заинтересованности клубов Саудовской Аравии в услугах бельгийца, но сам Пеп не сильно горит желанием терять своего лидера. Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, но я не знаю. Я не знаю, есть ли у него предложение, я не знаю, хочет ли его Саудовская Аравия. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался в Сити. Первое место. Лионель Месси. 301 результативное действие. Вот она. Главная ударная сила Гвардиолы и голевая машина, которая помогала сносить Пепу всех на своем пути. Лионель Месси под руководством Пепа Гвардиолы в Барселоне трансформировался из великолепного таланта в одного из величайших футболистов всех времен. Гвардиола смог углубить игровые качества Месси, предоставив ему более важную роль в атакующей схеме команды, что позволило аргентинцу полностью раскрыть свой потенциал. В этот период Месси выступал не только как традиционный нападающий или крайне нападающий, но и как ложная девятка, позиция которой стала революционной в современном футболе. Это позволило ему глубже отходить за мячом, создавая избыток в центральной зоне и разрывая оборону соперников своим дриблингом и уникальной способностью видеть поле. Месси – самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей, признавался Пеп. Месси с Гвардиолой олицетворял собой идеальное сочетание индивидуального мастерства и командной игры. Его способность мгновенно менять направление атаки, проходить нескольких соперников подряд и точно находить партнеров, делали игру Барселоны непредсказуемой и захватывающей. Слова Месси у Гвардиоле. Он причинил много вреда футболу. Его система игры казалась настолько простой, что все хотели ее скопировать. Потом я видел много Гвардиол. Без сомнений, это лучший тренер в моей карьере. У Гвардиолы есть что-то особенное в подготовке к каждой игре, а также в его общении с игроками, в том, как он рассказывал нам о тактике. Гвардиола также работал над тем, чтобы Месси улучшил свои навыки выполнения стандартных положений. Аргентинец превратился в одного из лучших исполнителей штрафных ударов в мире, регулярно забивая голы с любых позиций, что стало важным компонентом атакующего арсенала команды. Пеп не просто сделал Месси центральной фигурой в своей тактической схеме, но и построил всю командную игру таким образом, чтобы максимизировать его влияние на поле. Это включало в себя как моменты владения мячом, так и моменты без мяча, когда Месси был освобожден от защитных действий, чтобы как можно лучше выбрать позицию на поле, начиная от атаки команды. Лионель Месси благодаря Гвардиоле не только достиг невероятных индивидуальных успехов, включая множество наград золотого мяча, но и помог Барселоне завоевать ряд крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионаты Испании. Их сотрудничество остается одной из самых ярких страниц в истории футбола, демонстрируя исключительное сочетание тактической гениальности тренера и феноменального таланта игрока. Слова Гвардиолы. У каждого свое мнение, но никто не должен ставить под сомнение то, что Месси в числе лучших футболистов всех времен. Я уже много раз говорил, что для меня он лучший, но понять это может быть сложно. Может появиться футболист, который бросит вызов тому, что было сделано за последние 50-70 лет, но люди, которые видели Пеле или Ди Стефана или Марадонну, могут все равно назвать своего кандидата. Люди сентиментальны, понимаете? С другой стороны, если бы Месси не выиграл чемпионат мира, то мое мнение насчет его достижений в мировом футболе абсолютно не изменилось бы. Однако, конечно, ЧМ-2022 – это венец его потрясающей карьеры. Влияние Гвардиолы на развитие игроков не ограничивается лишь теми, кто напрямую работал под его руководством. Его подходы и методы тренировок оказали влияние на современные тренировочные практики и подходы к игре в целом. Многие тренеры и игроки изучают его тактику и философию, стремясь адаптировать уроки Гвардиолы к своим условиям. Друзья, а кто, на ваш взгляд, лучше всех заявил о себе под руководством Гвардиолы? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать ваше мнение.